Субтитры создавал DimaTorzok Это сложно для меня судить. Когда я была молодой, многие люди думали, что я выглядела как многие другие. Мне трудно судить, потому что когда я была молодая, про меня часто говорили, что я такая же абсолютно, как все остальные. Я всегда говорила, что ты выглядишь как итальянская актриса, ты выглядишь как итальянская актриса, ты выглядишь как так и так. Мне всегда говорили, что ты похожа на французскую актрису, на итальянскую актрису, на немецкую актрису, как все. Ты похожа на Шарлотт Рамплинг. И это продолжается сегодня. Люди иногда думают, что я Шарлотт Рамплинг. И это до сих пор продолжается. Некоторые меня до сих пор принимают за Шарлотт Рамплинг. Я думаю, что вы увеличиваете свою индивидуальность. Я думаю, что индивидуальность появляется с возрастом, со временем. Я никогда не работала с ним, но я встретила его в Лос-Анджелесе. Я с ним никогда не работала, к сожалению. Но я с ним встречалась в Лос-Анджелесе. У нас был один и тот же агент. И мы встретились в доме этого агента. У нас был день. Он был великолепен. И в долгих раз этого агента я с ним встречалась на обедах, и он был великолепен. Он был великолепен. Он был великолепен. Он был великолепен. И очень привлекательной внешностью. Он был великолепен. Я чувствую, что я более европейская. В отношении того, как я себя вижу, я себя вижу больше европейской интересой. Но я люблю работать в обоих. Я не думаю об этом. Я думаю, что есть персонажа? Есть кто-то, который я могу играть? И директор будет поставить эту человеку в фильме в таком, что реально и интересно? И на самом деле я вообще об этом не думаю. Для меня всегда самая главная это роль. Как она написана. Какую героиню я должна сыграть. И насколько режиссер, по моему представлению, позволяет раскрыться этой героине. И на меня всегда производит впечатление, когда люди, даже выполняющие какую-то черную работу, скажем, метальщик улицы, если он действительно, у него есть чем гордиться в своей работе. У него есть какие-то секреты этой работы. Это тут же становится очень интересным для меня. Ну, это вообще-то очень интересно. В каждой стране есть свое особенное отношение к еде. И это очень красиво. Моя любимая вещь, это вообще, чтобы идти на рынки. Я люблю идти на рынки. Я любила идти на рынки. Я любила идти на рынки. Я любила идти на рынки в середине ночи. Я надеялся, что у вас, как город Порт, тоже есть большой рыбный рынок, а оказалось, что нет. Так что нужно обязательно такой рынок, как вы. И чтобы туда посреди ночи можно было приехать. Я люблю делать телевизионные вещи. Я люблю делать телевизионные вещи. Это быстро, во-первых, когда работаешь на телевизионные. Я люблю работать быстро, потому что я готова, чтобы это делать, и я не люблю ждать весь день. Потому что я всегда прихожу на работу готова и не люблю ждать долго. Работа очень напряженная, конечно. И очень долго часы в Америке. И в Америке съемки на телевидении идут очень долго гораздо. Но если это хороший проект, то я думаю, это круто. Но работа очень интересная. И это правда, что сегодня все хотят сниматься на телевидении, потому что очень часто роли на телевидении гораздо лучше, чем в кино. А кто-нибудь из вас знает телесерия Рэй Донаван? Там потрясающие роли. И еще сегодня на телевидении совершенно нет цензуры, поэтому опять же работа получается гораздо более интересной. То есть это сегодня телевидение совсем другой уровень, нежели чем это было раньше. В целом мне очень повезло. Все актеры были очень хороши, с которыми я работала. У меня были кое-какие проблемы с Питером Селлэсом. Потому что я была тогда совсем новичком. Это реально более... Это персонажей, которыми ты играешь... Это более персонажей, который работает, когда ты работаешь. Это не Жаклина, которая работает с моим точки зрения. Так что я люблю, когда персонажи работают вместе. Так что любые испытания, большие испытания, очень хорошие. Потому что они обоих дают. И это не про кто-то лучший, это про кто-то работает. Это как... И для меня опять, для меня как бы не столь важно Жаклин и что Жаклин чувствует. А для меня важно вот героиня, которую я играю. Как эта героиня играет в ансамбле с другими актерами. Получается у нас вот то, что мы хотим сыграть или не получается. И мне очень везло, потому что, как правило, получалось. И это было для меня учебой. Это было очень интересно и самое важное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА